Ну что, шановные коллеги, больше чекать не будем. Вельми приемно, что вы пришли сегодня до нас. Готово из Беларусской ассоциации журналистов. Одним из важных складников нашей працы есть эдукация и умежих наших эдукационных программ. Мы сегодня рады витать Сергея Сахарова, редактора Ситидога, человека, который самый лепший разбирается в столичных собаках и сегодня поделится своим журналистским майстерством. Калиловский Сергей. Дякую. Дякую, Борис. Человеческий. Мне сегодняшняя лекция была... Я буду сидеть и буду вставать. Мне сегодняшняя лекция была презентована одним словом. Как бы это сказать, так... Кликбейтово, не кликбейтово. Ну так, хотелось, конечно, аудиторию притягнуть. Ну, дякую за то, что пришли, потому что отремается хоть некое... Такие заголовки и такие темы еще текает. Такте иначе, сегодня я попробую просто вам рассказать. На некие пытания, какие тычутся Ситидога, какие тычутся троху мне, моих коллег, и ситуации, которые отбываются зараз на беларусской медырынку. Потому что тут я не схвозил, когда написал, что... Ну, мне сдается, что зараз беларусские меды, не глядя на все то, что чекается там, ближайшим месяцем, переживают такие... Ренессанс. Максимум не ренессанс, а там не ведаю. Народжение, может быть, навод. Ну, про все троху поздней. Чему я себе так само троху незручно очуваю, потому что... Вот весь сейчас это комплекс, видите, подманщика, человека, який... Я как это сказать... Який отремливая нечто, а на самом речи это не служил, он... Ну, вот, у меня... Ну, буду сказать только про себе. Он завжды пожить все идеи. Вот я памятую с 95-го года, 96-го, 97-го года, когда мой коллега, мой Сябар, пропоновал мне, не я сам, а он мне пропоновал пойти на Белорусское радио вести радио-программу, в которой я мусил рекламовать текущую аудиопродукцию, есть таки Виталий Супранович. Вот. И сканчиваючи тем, что... Ну, вот, зараз... Навод зараз я сижу и отчуваю, что, в принципе, на моем месте могли быть, ну, саправдой, люди, которые и больше ведают, и больше обознанные. И самое... Ну, когда не основное, то, по кольке побочи Института журналистики, люди, які до журналистики ближе за все. Потому что я себе, вот, для себе выросшу, что... покликанье, там, мая журналистика я отшел только прикладного 90-го, в 2000-е, зараз скажу, яким, в 89-м годе. Причем это отбылося вельми... ну, вельми дивно. В этом году, в 2009-м, я перешню познавимся со своим батиком. Тобак мне было 30 год, вот, я батику до этого не видел, и я до этого не видел, я не видел его товары, я не видел, как он выглядит, я видел фотки, но не видел, как он выглядит, зараз. Мы зиму телефонувались, ну, я так и виду, это такая история быстрого, такая классичная, ну, без разно, там, травматичных околичностей, а лишь больше. и, когда я там шукал информацию про его, выяснилось, что, и тут до меня дошло, что он пальцем не раздушит, что он оказывается журналист. Это было тем больше дел, потому что, вот, все остальные, до этой встречи, там, 15 год, выяснилось, я все-таки еще так, по наитию, то, что называется, хотя, в основном, я никогда не был журналистом, потому что я не сканчивал ничего профессионного, я по эдукации наставник, наставник белорусской мовы, тем не меньше, ну, вот, сколько-то год там займаюсь, тем, что альбом выдаю, там, починаю что-то сам выдато, альбом троху пишу, ну, там, мои любимые, там, это историчные, как не дивно, а, фактично, вот, все это житие больше рыдогою, рыдогою, придумляю там некие концепции, и так далее. Ну, это, как бы, такая, справа десятая, хотя, с лучшего боку, вот, как раз за эти, там, 15-20 годы, как бы, стало зрозумело, вот, ну, зараз мне сдается, я могу так сказать, что, вот, на сегодняшний момент, когда я оцениваю ситуацию, которая зараз складывается в белорусских медах, это, можно сказать, с оправдой, что они переживаются, ну, назовем это по культу, что Ренессанс, зараз я подумал чуть-чем. Уявите себе, что, там, на 10-15 год тому, штадионные, так званые газеты выходили, ну, вот вы говорите, да, вы заявляете себе, мы штадионная газета, и выходите во все дни, про вчера, неделя и понеделька, ну, так себе штадионная газета, конечно. или что происходит в Украине, в Минске, из-за того, что, тогда, белорусский дом друг был, ну, фактически, одним местом, где все друговались, и если вы не поспевали в час, то и час, когда сдавался ваш номер, а это было четыре, там, пять в один вечер, если вы не поспевали со своей новиной, то ваша новина доходила до читача в раз в день, потому что в понеделок отбылся, все равно это надруковали. И это комплекс неполновартости, потому что вы видели, докладно, что классические газеты работают немного другим образом, и они работают в формате как-то вечером, где-то там, утром в газете, да? Ну, вот это вырос, крылатый, который, на самом деле, оказался не крылатым, и они бы вы видели, что это есть, и вы просто сопоставляли ситуацию. В России, когда вы выбираете, там и то есть, в этом смысле, там за те годы, это дикого капитализма, люди просто привыкли, журналисты привыкли в формате сегодня-назавтра, сегодня-назавтра. У нас такого не было. И там вот, весь этот час, так само комплекс неполновартости был, и он был, белорусский журналист, он, на жаль, как мне остается, ну, при нам себе, я так эту ситуацию разглядаю. И зараз, когда пришел в интернет, ну, я скажу зараз, это заразумело, что это не вчера, не за вчера, и не, там, не в понеделок, по за летость. Да? Заразумело, что это пришел в 2005-2006 годе, а тут вот, по облачу литеральности, дело про здоровье, одна из самых буйных редакций первой белорусской меди, которая называлась «Опенбай», которая там удала, не удала, а закончила свое житё литерально по за тем, «Опенбай», я не помоляю, это те люди, которые пробовали делать, действительно, больше и меньше современные меди, так и нарисовались на ленту РУ, телегазету РУ, но и они пробовали. И, буквально, 5-6-7 годов ситуация начала изменяться, потому что, когда выросла минимальная, хотя бы, генерация редакторов, минимальная генерация людей, которые могут писать онлайн тут и сейчас, и, действительно, когда я вам рассказываю о том, что новое отбылось в понеделок, и они отбывали в Сираду, это сейчас подается дикостью, но, на самом деле, это не дикость, на самом деле, это то, что отбывалось, отбывалось с нами, и в этом смысле, я скажу, что белорусские меди переживают, ну, даже не ренессанс, а в этом смысле, в этом смысле, просто, они попробуют быть нормальными медами. Еще раз повторюсь, то, что сейчас начинается, это немного другая песня, мы к чему мы сегодня про это поговорим, я имею в виду новую редакцию закона, вот, но так и иначе, что это то, что удалось, при этом видовольно, что выход на рынок в полный час был вельми тонный, так, то, как вы могли войти из меды, могли там ее расправать, раскрутить, и у вас, в принципе, могло отрываться. Чем раньше вы это сделали, тем лучше. Ну, вот, мои коллеги, мои сябры, там, с коллегами, с регионами, например, вельми добрый приклад, возьмите умовный, там, С-13, городянский сайт, да, який, в принципе, десять, одного троху больше, вот, тримаю весь регион, и туда не может никто зайти, возьмите там кого, ну, тут бай, зразумело, там, инши, 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 вот эта ниша, когда ты заходишь в Беларуси, это классно, и у тебя есть все шансы. Али, есть тут троху иншая штука, якая нас подвозит до иншего шпытания. Эта информация, кали я, ну, макчим в этом помаляюсь, на сотню другую, 2016 год, но вот не так, уявите, вот я люблю вот на лекциях параунать, уявите, кали кто из вас народился там у ранние годы незалежности, альбо у советские часы, за советским часом, так, кольки, прикладно, выдание было у звичайного шапика у Белсоюз друга, на ваш субъективный погляд. Личбы могут быть абсолютно разные, 10, 20, 100, ну, 100 может быть, ну, максимум, ну, 50. И стоял вот один шапик, и стоял ее на припинку, тянете там, калекрамы некой, там, гастронома, альбо овощи-фрукты умовные, вы подыходили и шукали своего выдания, у вас было на гэта там, 4, максимум 5 хвилин, справували, что требуется худко, а вы же не видели, что худкость это вымирается не хвилинами, а секундами, как вы считаете. Вы выбирали некое свое выдание, купляли его, кали нападабалось, и так далее. То була конкуренция минимальная, и, в принципе, все было легкое. И кали мы возьмем вот этот шапик навод с сотней гэтых выданий, уявите, вот в 2016 годе в Беларуси было зарегистровано в доменной зоне бай, было зарегистровано около 40 тысяч сайтов. 40 тысяч сайтов, вот, поделите на 100 выданий, это 4 тысячи шапиков, да? 4 тысячи, по-моему, шапиков. 400. 400. 400 помножаем на 100. Да. 400 шапиков. Вы видите себе, вот, як они стояли б тут на Кальварийской, Атуль, например, альбо вот тут на танка десятья, они б стояли у один шерох, у кожным за их было б уже не 100 в даню, а в даню стало 3-4 разы больше. И у вас сейчас остало не 5 хевелин на этой 400 шапиков, а в лепшем выпадку там 50 секунд, в лепшем, в самом лепшем выпадку. Я до чего это рассказываю? Потому что, так плавно, драматично, спробую перейти до ильшей темы, после Ренессанса, после возвышенности, я пропадую перейти до темы, что отбывается на углу с белорусскими медами, чему они, с оправды, так подавалось досягнули, а может быть, то есть и пробивает дно, и чему такое все желтое стало. Это темы, это пытание, якое задаёте мне, ну, не то, что задаёте, если вы читаете с тидок, то ведаете, что это фактично 2-3 материалы, это любимая реплика комментаторов, что дно досягнули, молодцы, пробили на дно, там оно еще и неважное, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, и я в этом выпадку, конечно, не уступаю никакие дискуссии с людьми, с комментаторами, ну, принайм, все с анонимными, так, вельми редко вступают дискуссии с не анонимными комментариями, так, але, коли вот доходит справа вот такое, до фейс-то-фейс, то я просто спробую людям подлумачить, да, и привести приклад вот с этими шапиками, просто как бы люди, якие читачи, они заразумели позицию, якую опынулись выдавцы, тем лику беларусские выдавцы. И зано таки, то, что я люблю повторять, в принципе, як бы, ситуация зараз складается яким чином. В великом рахунку, меды, навыто в Беларуси, становятся бизнесом. Не так шмат выдавцы, якие могут зараблять самих, не вельми шмат, так мягко кажучи, але те, что есть, они спробують зараблять розными способами, и рекламодавцы, не только рекламодавцы, так притягивать, але зараз, коли отаперовать до маркетингу, тому, что, ну, бизнес без маркетингу никуда не денется, то, зразумелось, что выданием треба быть зауважными. Свое УТП, яке я люблю повторять, так, уникальная гандлёвая пропанова, она мусить быть у кожного, и для шума таких выданий стала уникальная гандлёвая пропанова и так званые желтые заголовки. Желтые заголовки и желтые темы, якие, на самом речи, ниякие не желтые, потому что, зноу таки, калее, вы больше-меньше ведаете ситуацию, яка складывается на рынку желтой прессы, якую не одно и не два десяти годзи, и не одно там 100 годзи, так. Таблоиды развивались совсем по иншим принципам, и таблоиды — это нечто совсем иншее, чем мы вот себе уявляем, коли кажем про это желтые. Онлайнер желтый стал. Комса — это синоним желтизны просто на нет. На самом речи, просто люди и видания вельми чуйно ставятся до своей аудитории, и люди, да, не спробуйте эту аудиторию притягивать, притягивайте ее увагу. Это инфошок, не инфошум, а инфошок, коли вы что-то не отремливаете, снова таки любимый там приклад, люди в середневекище, там, вот той сам Ренессанс отремливают за все житё столько информации, сколько мы с вами отремливаем за день. Ну, это не мое слово, это, коли не помоляюсь, там, Google, да, то есть там выявил эту личбу. Ну, можно уявить, а мозг от этого больше не стал, на жаль. Вот. И тому как бы мы и кажем про то, что, ну, хочешь жить — умею вертеться. Кепская эта ци добрая, я лечу, што это нормально. Я лечу, што нормально, калі, з одного боку, загалокі, гэтак званай жотая, хаця, на сам рече, я ще раз по тарусі не жотая, калі не спробуюць прадаць вам информацию, гэта нормально, калі чытаць задае некую павестку дня. Так, выданню, и выданню мусить на гэту павестку дня ориентавацца. Зразумела, што павестка дня в гэтым сэнсе, она вельне утилітарная. Я кажу про то, што утилітаризм гэты, я як бы навязана нами з вами, я так само, як читачам, я навязана выдавцам. Інші справа, што ясна, справа, хотілося б гэту павестку дня робить більш широкій. Але цю ширину, на жаль, оккупували уже не перші годы, не перші десяти годи, я боюся навыть не перші ста годі, меди з Росії, які більш можутны, і більші грошіх, ті грошіх, і в яких, власне кажучи, як бы, ця павестка дня працювалася не одно з, десяти годів і ста годів. А нам доводиться працювати з містцем цей павестки, і тому, ми і бачимо сюжетки, там хтось там, дівчина одно махіто, пам'ятаєте, альбо віддатна історія того ж онлайнера, тому що онлайнер приходить дуже добре до головы, які працюють з цим феноменом маленького чоловіка, у білорусських умовах, у білорусських реалях, і це завжди вільми сочна історія, альбо ця історія, як як булася виходна, як як один знімав, як другий паркавался, і в коментах написав, два сапага пара і оба леві, тому що поводзіли себе один і другий, і так далі, і так далі, і так далі. Канечне інше питання, що є тутбай, як і задає някі стандарти, але і тутбай мусить на ці стандарти орієнтоватся. Коли ми починали, тільки-тільки починали робити заголовки, які дуже хочеться назвати клікбейтовими, але на саме речі це не клікбейтові, а транзитивні по-науковому заголовки, тобі як історія, про що буде артикул, ми відаць не відаць, що за нами потягнутся білорусська меда. Чому я так впевнений, що ми задали тренд ці, тому що я справді це бачу, ми погляделі дісті на заході, адаптували під Білорусь, відсюли такі наші яркі заголовки, потягнулися інші, тому що це відповідно було, що це продає, в доброму сенсі продає, читача притягує цю увагу читача, і це нормально. Тому що ще раз повторюся, онлайнер це не є ДСАН, або там комсомольська правда це не є в Білорусі, не є Daily Mail. Це абсолютно різні феноміни, абсолютно різні видання, абсолютно різні інформаційні меди, скажімо так. про це треба завжди пам'ятатися, коли ми любимо так кидатися какашками, от того, що так можна, про це одного тільки що чули. І я б, в принципі, так само про що тут, мені здається, варто було б сказати. Час від часу бувають такі дискусії першу чергу Фейсбуку, це так само дуже добрий показник того, як у нас дискусії умеють вести на широкій массі, не між 5-6 чоловіками, а справді на широкій аудиторії. Так вось не на широкій аудиторії, і журналісты по між 5-6 чоловіками любять так само, ну як там, лайць, скажімо так, на кін того, що де гэта, межа по між заправданій журналістикій, забавляльній журналістикій, сурйозній журналістикій іншій. Мій погляд на гэту ситуацію білорусську, на білорусську ситуацію такі, що забавляльній журналістикі, як такої в Білорусі так само немає. Єсь нещо, що, в принципі, відповідається, відповідається до журналістикі, але насправді, в тих мовах, які ми з вами живемо, журналістикі немає. Журналістика – це 5-й владі, 4-й, я навіть не пам'ятаю, я навіть не пам'ятаю, я навіть не пам'ятаю, я навіть по ліку – це влада. Колеги з Бажа, може бути, 4-й. Для мене 6-й, 7-й нажаль. Це те, з чим ми сутікаємся. Білорусська журналістика, нажаль, дуже мало впливає на громадстві. Саправді, з цим треба не той, що змеріться, про це треба думати, про це треба працювати з яким чином. Дякую Богу, є віддання, яким удається працювати. В першу чергу державна, тому, що тут уже, на жаль, часті з усе громадства асоціюється там з тим, чим рулять чиновники, я не мусять ориентуватся на те, що скажуть у державних меди. Йось тут баги, які саправді може собі дозволити. Мене дуже подобається, коли Марина Золотова каже, що ми четвертую ладу, я не одне чучу, це те, що кажуть у редакції, те, що кажуть на таких посиділках, на посиділках узких, широких і т.д. Тобто, що треба доносити цей меседж. Йось саправді дозволити. Але, коли ми кажемо про те, що наше ниво мусить, не мусить скатуватися в жутизну, наше ниво мусить там… А що мусить наше ниво? Наша ниво мусить заробляти трафик, наше ниво мусить чітачо до себе притягувати. І це не проблема нашей ниво, коли наша нива починає перефарматувати свою троху стиль, троху інформаційну политику під більш широкие маси, це не проблема нашей ниво, що більш наших ниво нема. Это наша с вами проблема громадства, что конкуренция не смешно это учить сейчас в Беларуси. Ноль по фазе, просто ноль. И когда вы ходите за виллич, в Московскую, в Беларусь приходите, а когда релакс начинает вырушиться на этом поле, а когда есть как тут жить, это я преодолеваю всех наших конкурентов. Потому что буквы 34 не наши конкуренты, как бы так само про это ведали. Это нормально. Так это вельми психуя, потому что нема культура вот этой повозина с конкурентов. Али то, что они зевелись, это уже добро, это уже подстегло. Али финту тем, что таких конкурентов мусить быть у каждой нише по два, по три, по четыре выданье. Потому что Беларусь не маленькая краина, как мы думаем с вами Беларусь. Середняя по европейских мерках краина, где вельми неразвитый, он калечный, он убитый, и он просто дико нераспорцеванный медийный рынок. За кем можно и треба пранцевать, на кем можно и треба зараблять гроши, и кем может и мусить изменять громадство, допомогать у этому. То, что этого не отбывается, вот это наша проблема. И в этом смысле, заголовки желтые, червоные, бордовые, это уже десятая штука. Просто, когда включаются такие механизмы, когда с оправдой аудитория идет, и когда аудитория клюет на историю про то, что неправильно паркуются, на одну мохито, или на что-то иншее, это с оправдой наши проблемы. Но с иншой боку была история корча. Какая с оправдой произошла от того, что люди начали, мать не спожаловалась и начала про это сказать, а журналисты не спожаловались и начали про это писать. Куда покатится эта история, никто не догадывал не ведет, а то, что она дала штуршок, это вельми классно. А еще раз плута Руссия. Для любой нормальной краины, в этом сенсе Беларуси безумовно выключение, ситуация мусить быть такой, что таких историй мусить быть вельми шмат, таких выданий мусить быть вельми шмат. Ну и ни один институт журналисты, конечно, мусить быть. А их мусить быть десять. Кабриктовать просто нормальные кадры. Просто рынок начал развиваться. И развивался больше-меньше в нормальной форме. Давайте я вдруг у вас от спича. Покажу вам одну картинку. Я знаю-таки люблю ее показывать. Вы сейчас разумеете, чему. Вертаешься до заголовка. Чему до заголовка? Потому что сегодня, по-первых, тема звучала так. Я анонсовал, что про желтизну мы говорим, тем лику про заголовки. И я еще хотел бы перед теми показать вам этот слайд. Я хотел бы вам сказать, что... Потому что я показываю этот слайд, просто как вы видели, как это все работает. Если вы узнаете, то есть такое об тестовании. Есть программинга, в IT-сфере, есть, даже в беларусских медах. То есть об тестовании, вы выставляете два варианта, одного из этого артикула с некими изменами. В частности это в заголовках. И вы тестуете, какие заголовки, где лучше. Просто сейчас я покажу вам личбы, которые, думаю, что релевантны и для Беларуси. Этой личбой подректовал Mail.ru И прикладываю подректовал Mail.ru, просто как вы видели, как сейчас я работаю психикой, психологией обычного читателя. А потом, мы с вами разговариваем, если у вас будет ожидание. Если не будет, то не будем про это разговаривать. Каким образом может быть это отбивается на Беларуси? На беларусских медах идти на угол. Есть такое. Да. Mail.ru дает эту статистику, что за минулый год, если я не помыляюсь, ну, она вот такая. Еще раз, что это делается, для того, чтобы журналисты в первую очередь в редакциях Mail.ru, а по-другому на постсоветской просторе, русском языке, думали про то, каким образом эти заголовки делать. То, что я вам скажу, то, что я вам показываю, это даже не тренд. Это просто обвязок много уже в каких редакциях, просто так, чтобы вы понимали, где сейчас находятся медиа, тем, как в Беларуси. И за что идет обвязание. А обвязание идет, безумно, вот, когда вы поглядите вот сюда, обвязание идет за эти самые отцовки, отцовки читачевых, глядочевых и так далее. И да, может быть, 24%, все-таки это вельми мало, по наших мерках. То, что червоным, как вы разумеете, это те заголовки, какие не лепшим чинам подают информацию, а зеленый, это то, что працует добро. Да, 24% может быть не так шмат, для нас с вами, но для гигантов к шталту Mail.ru это астрономичная личба. Идут листьбы уже не на десятки, а на сотни тысяч, а на сотни тысяч, а на миллионы. Ну, поглядите, без подробязности заголовки, как они працуют, и как працуют в текавной некой деталью. Я не буду огучивать, я думаю, что вы это и сами можете прочитать. Я, может быть, пофотографую. С интригой и без интриги. Ну, вот это как раз в той выпадок, когда тут вот эта жутизна мнимая, починая потроху, потиху проявляться. На вот что вы так кажете, на вот что такое подробязное, а что в этом текавого, обвесили гладоку, а что вы не могли там написать, что из-за долгов по зарплате, вот это бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Не, мы не могли, конечно, это написать. Но, с одного боку, например, у нас есть обмежевание у админцы по должности заголовков в новинах, так? А с другого боку есть просто разумение головного редактора или выпускающего редактора про то, какой заголовок возьмет аудитория и какой заголовок аудитория не возьмет. Ну, альбо вот такое. Ага. Ага. Хочешь поразмолвать про это? Мне отцовство дали больше, что оно очень просто. По яким? Это и ким? Да, опошнее. Ну, мы вот у левом куте, да, Medeschool, Беларусь, мы на занятках на наших, так само, сейчас мы спорчаемся про то, что про Цоя на самом речи добра, а что про Цоя кепска. Ну, я вот таким випадком скажу, что все, что мы зараз не будем казать, это все наши интерпретации. Мы не ведаем... А ли он факт у Света, да? Розница настолько далека? Так. Ну, 22 отцотки, знаю таки, больше. 50-75, вот это я разумею. А 22? Что такое 22 отцотки? Ну, так оно працует. Мы ничего не выдумляем. А ли оно супереческо передниму слайдом? По фото. По фото и по анализу и дома. Потому что, ну, сопройду, это размова такая, на десятки хвилин, да? Не на сегодняшнюю. И снова таки, вот, когда мы, я спадеюся, у худкой будущей, так само поставим об этом тестовании, я думаю, на Тутбаях, до речи, поставили уже об этом тестовании, и в этом сенсе то, что, что, навод, когда вы бачили Тутбай, про який мы будем еще разговаривать, так само сегодня не одно еще згадывать. И, навод, почали таргетовать свои нативные проекты, так как вы посмотрели на интересы, какие есть аудитории, и будут показывать проекты, только в той аудитории, для какой они релевантны. Так как, ну, вы там, вы девчины, например, вам будут показывать, я им ссори за сексизм там, уже ночные темы. Я такие, мне будут показывать такое. Так и мы працую, и что с этим будет далее, вот, давайте про это подумаем. Не зараз, а просто прикиньте, альбо, кали, ну, я уже зараз так накидываю, конечно, не веду навод, что просто так ситуацию подогреть, читал, я не веду это правда тянем, мне задается, что это неправда, что-то хрустня полная. Али я читал про то, что бывает зараз у Китая, да, я останусь, то, что бывает зараз у Китая, кали, на улицах висят, то есть, ну, вот, великий брат, я он сочет за тобой, царком и бесповоротно. Кали чувака, я ки, кали не помняюсь, ухилялся от податков, зловили прас три хвилины, пасля того, ки он зашел фан-зону, на умовную Минска-арену, побалдец на концерте, зловили просто из-за того, что камера злапала его твар, его идентификовали моментально, и прас вот эти две-три хвилины подошли до его полисмены, под белорученьки и забрали. И так там это працует, разумеется, это бог нейросетки и нейророзумы, их не подманишь. А у нас это все на таком узровне, еще на вельми примитивном, и разные вот такие штуки нам вау разведаются, альбо то, что там в Дубае робить, вау, класс, альбо там еще нечто. И мы в этом вкладаем, бачите, так само это добро, таки вельми эмоционный, этичный момент, потому что, правда, это треба обмерковывать, добро, те кепско, это будет накорить громадство, те вынеку мы отримаем там, немоведомо что. альбо просто про то, куды рухаются технологии, про это мы весь сейчас забываемся, и это абсолютно не уличчего. Альбо вот залог, я не веду, я по-белорусской, случайно забываюсь. Я по-белорусской залог. Заклад? Заклад? Не-не-не. У филологии. Не-не-не, в филологии, филологичном, у тебя есть у нас такое, неважно. А отримывайте салуду от того, что вам даем mail.ru. Я не понимаю, третий пункт, ну че в рознице? Ну ладно, я ничего не знаю. Ты фотографуй, фотографуй, просто бери себе, бери себе на заметку. Ну и до речи, тут уже похвалюсь, что сегодня пришли дадены по первым квартале 2018 года по даденах аналитики и медиатор, тоже наше стало огульное место, можно так в редакции отримать, что... Фигня. Подаденных медиатор, медиатор это система аналитики mail.ru, как раз. Да? И подключено там около 600-700 выданий за экс Советского Союза, ну, русскомовных. Сегодня я взглядел на наш Киев, там. Что вы видите, потому что mail.ru все так само там вырубили в Украине, это я не заразумею по ширости. Ну, неважно. Важно то, что мы, эти пятые, те, какие раз за пар, сети двух, займаем первое место в рейтингах сирот забавляльных региональных выданий, еще раз повторюсь, это выдания, какие не российские, не только российские, так, а именно это пост совка всего. Мы займаем первое место по протяглости прогляду и по глубине прогляду. То, по которым является, что мы... Я писал одно что в своем фейсе, что... Ну, отрывается, что мы, эти двух, так само задаем вот такие стандарты профессийные на вот такой великой просторе. Я повторюсь, просто как бы это было зрозумело, как бы мне выглядело идеотично, как выглядело троху идеотично наша премия номер один интернет-сайт Беларуси, которые нам дали летость, в осень, в зимку. Это, видите, есть вот бренд года, да, премия там, кто там, подобного кшталта премия есть, есть, и вот премия номер один, она называется, она только выше на рынок, и... им потребна была информационная поддержка, это бесплатно было отразу, скажу, им потребна была информационная поддержка, вот им ли куча мусти наши, и они сказали, что по выниках голосования жюри, CityDoc назвали номер один интернет-издания в Беларуси, и побочек здесь был там инший, который отримал, тут бай, и мы такие, класс, а нам даже не дали, ни, блин, что там, диплом какие-нибудь, что есть инше, ну а тут хотя бы я ведаю, что вот Mail.ru, да, медиатор, класс, а я еще раз повторюсь, 600, с увлеком того, что Беларусь только зарегистрирована, в 2016 году, 40 тысяч доменных именов бай, я уявляю, сколько еще туда не вошло, ну это же проблема у этих людей, правильно, не наша. Моя справа вам рассказать, ваше справа, как бы поверить или не поверить. Оле, ты мне меньше, чему я про это сказал, потому что, так само, как бы вы разумели, что, ну у нас не все так кепско, и у редакции CityDoc не все так кепско, как подается, когда часу-часу читаешь контент, так, и в принципе, как бы в беларусском интернете, в беларусских медах не все так кепско, а беларусские меды, и с рода Кидарыч там уже, в этом квартале, или где тут байна вот есть, они были упершим, по-моему, ну, короче, мы покажем, уже завтра с рогами на дно, на этот конт, и, ну, это круто, конечно, круто, и, ну таки, чему, докладнее не чему, а коли у меня пытаются, як вы можете это ставить, на во что вы это ставите, куда вы кодитесь, и так далее, я не отказываю, а ли у голове у меня завжды есть отказ на это питание, я арендуюсь этим лику на нашу аудиторию, смешно было мерковать, не смешно докладнее было мерковать, что пять лет, шесть лет тому, до речи, третья травня, сетидов будет шесть лет, так вот пять лет тому, еще было нормально мерковать, что мы мусим писать только про город, только про Менск, так, мы мусим писать только про Мемчукова, и так далее, а ли когда вертаться до той самой повестки дня, мы мусили просто пошираться, потому что мы бачили, что и какие фидбэки, идея читачев, на тему жаночую, на тему детей, то, что зараз мы активно вельми педалируем, наша аудитория просто растет, то и я криваюсь на сериалы, то и я криваюсь на, что выкликает у вас когнитивный диссонанс, то поверьте, это все работает, и просто, как вы так само разумели, я не работаю ни на зло, читачу, потому что ядро наше мы вельми ценим, но ты, кто пришел, я вас вельми собрату ценю, потому что я разумею, загубляю ваш час, а я вам не принес налепок, и студия никого не принес, потому что, блин, забыл, или вы можете прийти до нас в редакцию, абсолютно, я вас попробую запомнить, я серьезно абсолютно, ну то есть, как бы это нормально, как бы взносится на читачом со своим, у теперешнюю эпоху, разумеете, когда вы можете таким чином на меня поуплывать, вы можете прийти в редакцию и сказать, ладно, окей, это было 20-30 год назад, вы могли прийти в редакцию советской Беларуси, но вы, конечно, вас пустили до главного редактора, но там не меньше вы могли прийти и сказать, ладно, но если вы хотите прийти до нас, прийти прийти, мы очень рады, и это еще раз повторюсь, это нормально, как бы взносины, нового меда, а мы лечимся новыми медами, да, те меды, которые не маем историю другованную, да, такие взаимоотносины, наверное, абсолютно нормы, и абсолютно, как бы, крутые в этом смысле, так вот, на конь того, что, вертающийся до медиатора, до этой премии Мэйл.ру, и до того, куда мы котимся, где то и дно, дна, это не мако, возразумие, дно это мы с вами, дно это наши мозги, дно это наше явление, про прекрасное, когда вот вам сдается, что про, рассказывать про то, как изменяется жяночье тело после родов, это не прекрасно, это прекрасно, я маю на увазе, это вельми важная тема, которую требует поднимать, и то, что мы, как бы, не извыклися до этой темы, до поднятия этой темы, ну, вот она, данные читатели, данные читатели, это нормально, и то, что до этого было нормально, когда мы, при такой, вельми про гендерно-корректной позиции, мы друговали новины про конкурсы при ГЖОСТе, это так само было не от того, что у нас такая раздвоенная святость, шизофреничная, это просто из-за того, что наши читатели, вельми добро читали, и то и то, и это так само, вельми дивно для меня, чему дивно, потому что, ну, по великому рахунку, когда мы с вами, спробуем, ну, не притремливаться, а, отстоивать правы, на гендерную ровность, да, я не скажу зараз про феминизм, это троху иншая, на гендерную ровность, это значит на ровность помеж мужчинами, помеж женщинами, помеж трансгендерами, как бы мы все имели ровные правы и махчимости, это значит, что мы с вами любим читать про девчонки, которые помогли в конкурсах, мы любим с вами смотреть на фотоснимки, и так далее, и так далее, и так далее, и это не мы, CityDoc, а это мы с вами, наши читатели, нормальные люди, я никогда не забуду, когда на початку 2000-х годов, ну, не так, сегодня вышел классный материал, у нас на Седову интервью с Денисом Блешчом, рассказывая про то, как починать, не починать, а не починать, как починать слуха тяжкую музыку, когда ты чайник в этом, твой бог, Death Metal, Pagan Metal, там инши, 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 и он рассказывал, потому что он оказывается чувак там с серьезным бэкграундом, и так далее, и так далее, и так далее, и он про это так само рассказал, то, что, ну таки, двадцать год это не мог чему было навыц себе уявить, а в принципе, это все вот накладается на нас, на громадство, про что я, двадцать год тому, когда вы слухали Death Metal, вы просто не имели права слухать рэп, как тогда фактически не было, вы не имели права слухать попсу, и так далее, только вот такие стилистические отражения, они были очень мощные, потому что субкультура, для громадства того часу, отыгрывала очень важную роль. Минуло пять год, и я уже, когда проходил практику в летнику, я у своих детей, подлетков на самом речи, так пытался, ну вот, кто по-вашему гопник, потому что в нашем явлении гопник, это чувак, который, ну, с семками там, на картах, и так далее, а оказывается, я в Путоруссии, это было, 2001 год прикладно, гопник у молодых людей, я подозреваю, для некоторых это уже батьки, ну, может быть не батьки, ладно, может быть так, для некоторых людей, нет, не для некоторых, для того поколения гопники, это были люди, которые слухали розную музыку, один человек слухал розную музыку, зараз мы подумать про это не можем, назвать человека гопником только из-за того, что он слухал розную музыку, это дичь, потому что ситуация такая, я могу слухать тое, 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 и тут тое самое, когда мы в медиа потребуем, что вы пишете, ну, откройте просто коммент, вот как раз до вчерашнего материала про женочее тело, один из первых комментариев был, при чем тут Минск? Пытание, а при чем тут не Минск? Альбо, чему не Минск? Ну, Минску не нарожают женщины? Белорусским там, минским женщинам, мужчинам, батькам, не цікавая тема, как тело женщины изменяется после родов. Я вас переконываю тем, что для мужчин это вельми важная нова тема, нова для мужчин, и слово нова тут треба вздымать просто, потому что эта тема, якая соправдый, цікавить любую семью, больше-меньш прогрессивную, больше-меньш там, средний класс и инше. Мы бачим, ну, и ведем, что наши аудитории меняют таки, нам наши аудитории не требуют ломачить таки видовочные речи, или просто, держите это в голове, я не знаю, чему я вам это скажу, держите это в голове, но вот что вам это держите в голове, ну, просто, имейте на увазе, что когда вы бачите некой дивный материал, дивный артикул, не только на сети долго, а где-нибудь еще и в инших медах, что люди ориентировались на трафик, а значит, люди ориентировались на нас с вами, и на наши с вами текавости. И то самое, тычется, когда вы кажут, что как можно было написать таки коммент, тот же Денис Бличник, мы там на минулом тыдне, и он взял срабил скрин с абсолютно мерзкими комментами, под артыку, реально мерзкими, и написал там, типа что, вот я на аудиторе, да, а у медики темы мы можем писать все, что за угодно. Ну, да, самое смешное, что уже инший блогер, Антон Матолько, пытается у иншего блогера, слушай, а ты написал там коммент под вот этим артыкулом? И он такой, да, его выдалили, да, ну, зараз приду, и еще один раз напишу, я такой думал, о-о-о, это мы с вами, это мы с вами, люди, которые пишут такие комменты. Ну, это такая тема уже дивная и дикая, про ее мы не будем навык разговаривать. Давайте поразговариваем про феминитивы. Давай. Любимая тема наша у редакции и махчима вам это так само спадабаецца. Это тое, что мы, как бы, вызнаем за феминитивы, это тое, что мы разумеем под феминитивами, и тое, что мы спробуем, да, на то, что мы спробуем работать. Фактически мы спробуем сделать женщину бачной в мовном поле. Ну, это традиция рекламная, это можно у яркости рекламного постера абсолютно спокойно выставлять, потому что женщины не бачные в поле, частей из всего всего. Я имею в виду не поле в поле, а в поле медийном, в поле мовы. И да, мы в этом так само, в принципе, выполнены, и мы ведаем, что так и оно и есть. Чим... Навот не так. Звычайно, как бы пытаются у нас, ну, таки тролли, ну, может, они тролли, а чему ж вы мужчин не обороняете? Правы мужчин? Ну, таки, например, я больше активно вступал у взносины с нашими читачами, под комментами, то я бы написал им, но я споделюсь, может быть, кто-нибудь будет это чути, ну, и вы, может быть, расскажете, альбо вы почуете отказ, когда вы пишете. И он, фактично, полегает тем, что мы саправды троху меньше надаём его правам мужчин, аль мы выдатно ведаем, что с правами мужчин так само в Беларуси, все вельми кепска, я бы сказал, в таком существенном свете, все вельми кепска, аль феминитивы, саправды, вот то, что написано, это правда. Мы так думаем, мы так личим, что феминитивы дозволяют нам деконструировать вот это патриархальное громадство, громадство, которым достоится не только женщинам, а и которым достоится мужчинам. Мужчинам, которые работают в творчестве, на какую женщину никуда не покличают, мужчинам, которые идут в войско, потому что кому-то захотелось заработать бабло на молодых парнях, фактически, мужчин, которых домашних в Алтхатне не меньше, чем относительно женщин, а просто мужчины старом имеются это сказать, потому что это не по-мужчински. Вот эта вся дичь, когда ее прислушаться, когда ее просто попробовать ретранслировать на себе, она просто становится изразумелой. И феминитивы в этом смысле только как оружие для нас. С одного боку, с другого боку мы выдатно разумеем, что вот это так само одна из причин. Да? Ну, 90% журналистов это я загну, там меньше у нас. девочин, у нас здесь 60% женщин, девочин 40% хлопцев. не буду вам про это я хочу рассказать. И это да, с одного боку, это очень докладная позиция наша, гражданская, если хотите, гражданская, что угодно. А с другой боку, это ну то, что называется кепским словом хайп, то, что называется нормальным словом повестка дня и трендом. То, что мы схопили, ухопили феминитивы, это всего только свечит про то, что мы внутренне заспели до того, как показывать свои относины внешне. И мы сразумели, что в принципе некая частка аудитории уже до этого будет готова. Вот только в таком случае мы феминитивы начали уводить. Причем, коли мы зарабили невеличкое засимопытание на одной из наших, на одной и одинной нашей открытой летучице, оказывается, вот с 80 присутствующих людей, там ну коли 18 человек сказали, что им верь меня не подобает, не ты, вот он окей. А остальные сказали, что нам абсолютно нормально. Чему они так сказали? Про это троху позднее, а это ну еще раз вам нагадка про то, что любая позиция редакцина это разумение того, что по всюль вы мусите выделяться. Память эти про это 40, сколько мы, 400? Да, 400? Полечили. 400 шапиков. Вы мусите выделяться. И это так само один со способом выделяться. и мы это не обмавляемся. Але я про тех людей, которые сказали, что не, нас абсолютно не турбует то, что вы пишите на феминиты вами. Почему? Потому что я думаю, в принципе, это так само уплыв белорусской мовы, да, уплыв минимальный, конечно, але я думаю, что на подкорце здесь и на коронях у неких, який там, может никто уже идти из вас и не побачить в своих коронях вот эту белорусскость. Так иначе, сведомость память идти про на початок. Про гены пальцем не раздушишь. Генная память так само истнует, и она есть, и да ей никуда не денешься. В белорусской мове феминитивы выясновались с 14, 15, 16 годов. Вы воспринимались абсолютно нормально. Коли я кажу по белорусскому актерка, она вот не актерка, она вот не актриса, а актерка воспринимается абсолютно норм. И иншая справа, что может быть это воспринимается норм, потому что белорусская мова для нас дичь дичью вучить. О, белорусская мова, прикольно. По-украински? О, класс. Такая в Минску. Грузинская? Неплохо звучит. Может быть за это. И не пропускаем. Я сподеюсь, что это уже в нашем прописано. Да, тут допризывница, доносница, доносник, доношчик, да. Какие еще тут есть. Почитайте артикул. У нас есть, он на сайте, и там есть фотки вот этого словника, який выдал науковец, науковец, який учился в Ягу, правда, а после учился в Франции. И який, дякую французскую мову, я как раз и разумел, что феминитивы это абсолютно нормально для любой мовы. и науков для русской, який мы в большинстве свою користаемся. Это про то, ну, тумачение, да, чему, як бы, мы користаемся, чему для русской, и науков, феминитивы это абсолютно норм, и, ну, по великим рахункам, ничего страшного не робится. Ну, и это так само, такие уже, такое разумение, как разумение, это справа просто, то, что называется, на метазуроне, поглядеть на ситуацию, мне задается, что, с правды то, что есть русская мова, и она дрозная от русской мовы, у Беларуси дрозная русская мова, от русской мовы в России, ну, это уже не требует никому она вот ломачить. Я думаю, что вот, и белмова, и феминитивы в этом сенсе, и яны, дозволяют нам больше-меньше, да, больше-меньше, ну, не можешь просто так картинки переключиться, серьезно, но это правда, потому что выдавцы вельми стремаются, это однозначно, феминитивы, журналистам уже все пофиг уже, все просто, ой, ладно, сделайте, что хотите. Хотя, с другой стороны, вот так само, мне на тот день задавали пытание, все журналисты поделяют, внутри редакции, если долго, все журналисты поделяют вот эти каштонности наши, феминитивы, гендерная ровность и так далее. есть безумноты, для которых это учить руху дико, но у человека работал, я веду доклад на одного человека, который работает у нас, я работал, я работал полгода, и, в принципе, я начинал обрабатывать эту каштонность, хотя, в принципе, любые вам теоретки медиа скажут, что, коли у вашей медиа працуют люди с разными политическими поглядами, то это не есть добро для самого медиа, потому что идеально, коли у медиа есть журналисты працуют, якие притремливаются однольковых поглядах. Корректор у вас есть? Обычно для корректора это серопом по одному. Есть. Есть. И у нас корректорка, вот она феминистка, корректорка феминистка у нас. Надо. Это тоже, как думают герои, как бачить феминистки, герои, частей за все. Мы, ну, это так само для наших сталк, считать, что это не секрет, что мы уживаем феминистки, только в тем выпадку, коли героя не супрать. Тобу, коли я не супрать, а нажаль, великая частка героинь супрать феминистку, мы тогда стараемся не уживать. Хотя, в принципе, это так само проблема не наша, а героинь. И, в принципе, можно было бы встать в позу и сказать, нет, девочки, будете у нас кем? Фотографинями? Вообще-то. Фотограф. А почему нет? Фотографка? Фотографка, нет. Ну, короче, мы будем его относительно до вас и жевать феминистку. Это нормально так само. Але, блин, мы шведами дима живем. Вот это белорусское культурное поле ты никуда не денешь. Ты его не узираешь еще вельми долг, потому что оно вельми великое и закидано каменями. И на этот камень ты можешь наткнуться, и все. И это будет проблема только путь. Это и не дьюна вот реакция наших рекламодавцев на феминитивы. Ну, и нас оправдывает так. Ну, окей. Майцы на вазе не ок, а майцы на вазе ноль худшие. что хочется, то робите. Главное, не, бывает навод, что и в рекламных текстах мы и уживаем феминитивы. И бельми нормально рекламодавцы это ставятся. Это то, что думают наши тачи. Это вы ведаете. Это такая вельми, как это сказать, скрайняя наша уже позиция. Это скрайний такой такой стан, когда уже все. Просто хочется забить всех после вот таких комментариев. Мне подобается Вельми Гетта, я вам прочитаю. Авторы, редакторы, такие, так вы-то на русском языке пишите, а не на белорусском. Ау, нет в русском языке таких слов. Отказ. Есть. Вы только что их сами написали. Комментатор сетидога способствует распространению феминитивов гораздо больше, чем редакция кстати. Спасибо. И далее там пошло, поехало. Что там с феминитивами? Не добро. Нет, гулять мы с вами не будем. Да, вот тому. С вашего дозволу видать, что я на Гетта может быть навод бы и скончу. Потому что уже в годину вам откажу. Ну, раптом у вас есть питание, на какие хочется отказать мне. Ну, я готов. Сегодня заявлялся Дональд Трамп у нас в комментах, что он придет. Так что, или Дональд Трамп, человек. Он к ревалке готовый. Да, он такие. Что он продает? Зачесаться. Зачесаться главное в этом деле. В деле Дональд Трампа. Вот. Я буду рад отказать на ваше питание. А что вы можете сказать про цензуру вообще в нашем белорусском обществе и так далее, как участие с единым? У вас с подвохом вопрос? Чтобы я просто сразу знал. Нет. Ну, понимаете, допустим, вы же знаете, что сейчас вышел некоторый закон, который говорит о том, что ресурс может блокировать без решения суда. Что, не вышел? Первое чтение только прошло. Ну, воприму тогда, как бы, не ходи, грубо говоря. И вы понимаете, что для кого-то это будет аморально, а как для вас это нормально. И как быть? Ну, по поводу цензура. Ну, вообще я нормальный человек. То есть, я к тому же отношусь плохо. Я считаю, что любое общество, вообще любое скопление людей это саморегулирующееся скопление. То есть, мы все равно индивидуумы. То есть, у нас, слава богу, есть голова на плечах, мозг, рефлексия, как ни странно, у некоторых есть и так далее. Но вообще это нормально, когда вот организация людей начинает саморегулироваться. В какую сторону саморегулироваться? Это уже другой вопрос. Ну, если как бы кому-то кажется, что вот сейчас мы на такой стадии находимся, когда надо вводить цензуру, ну, я с этим не согласен, например. Потому что мне кажется, что как раз вот часто стадии, когда людям надо немножечко дать послабление, не немножечко, а нормально дать послабление, когда людям надо дать вообще то, что называется поднять голову. Не с колен, а голову поднять. И тогда будет намного лучше. То есть, ну, самый дебильный пример, который можно привести, это криптовалюты. Вот вся вот эта тема связана, да. Мы посмотрим, конечно, куда это будет двигаться. Я бы, честно говоря, не делал резких заявлений по поводу того, что, ну, мы знаем крайних, если что, да. Крайние всегда сами по себе найдутся. Вот опять же. Но цензура, конечно, это плохо. Но еще раз говорю, если кому-то кажется, что это хорошо, ну, посмотрим. Хотя я знаю, что как на медиабизнесе, ну, я думаю, что вы и читали, вы знаете, да, вот эти все вещи, о которых говорят с таким, как это сказать, с опаской, да. Издатели, журналисты, глафреды. То есть, чем это может обернуться для белорусского медиарынка, это, конечно, очень большой вопрос. И очень неприятно, на самом деле. То есть, реально это, ну, опять же, экономика, она будет экономной в данном случае. То есть, если человека мы заставим закрыть рот, человек пойдет говорить куда-то в другое место. Когда человек пойдет говорить куда-то в другое место, он уйдет от меня. Если человек уйдет от меня, у меня снизится посещение, да. У меня снижаются посещения, мне сложнее себя продать и так далее. Это вот тоже вот про сосуд. И как бы, то есть, с экономической точки зрения это вообще все очень плохо. Я не знаю, зачем это будет. Как быть? Ну, а как вы будете? Вы живете тут. Вы, как бы, ну, по крайней мере, вот мы обязаны соблюдать законы, особенно, касаемо правонесудебное решение и так далее. А вот вы, как читатель, или я, как читатель, это уже наше с вами дело. Я подозреваю, что, ну, вот, судя по тому, что было сегодня, какой комментарий был на сайте Мининформа, я думаю, что, по крайней мере, не будут хотя бы делать с СМСами. Да. Вот, хотя бы через соцсети. А соцсети – это норм. Ну, подождите, соцсети – норм. Вот сегодня буквально утром читал на Медузе, что Facebook ввел там цензуру, и там есть какое-то, идет оскорбление там личности, или кого-то еще там, в каких-то смешных вообще формах, которые фактируют просто-напросто вас и все. Я придумал даже ответ на этот вопрос. Когда шел, я хотел, вот, когда услышу подобный вопрос, я хотел спросить вам, как отвечать? Вот, как обиженный редактор или просто как редактор нормального медиа? Потому что это тоже две разные позиции. Не интересно ваше мнение. Вот у меня мнение, как обиженного редактора, конечно, хотелось бы всех комментаторов с ними что-нибудь сделать. Не всех, не всех, не всех, извините, не всех, какую-то часть. Просто для меня вообще дико, когда человек что-то говорит и пишет в интернете, даже в интернете, без разницы на самом деле, и несет за это никакой ответственности. Я не говорю уголовной, я говорю просто морально. То есть, ну, ты ляпнул, ты же сначала подумай, чем ляпать, в том числе и по клавишам. Но это моя точка зрения редактора, ну, обиженного, опять же повторюсь, и обычного человека. Моя реакция на это как редактора просто медиа, я к этому очень отрицательно отношусь, потому что я понимаю, что мы живем просто в другую эпоху. Ну, это опять же, когда вы накладываете вот эти паттерны поведения из семидесятых, восьмидесятых годов, когда была печатка, да, и вы могли там что-то там сделать, вот когда новости там обновлялись раз в три дня там и так далее. Вот это все оттуда, давайте все запретим. А сейчас как бы, ну, интернет – это другая тема, ну, и другое дело, как бы, и это мы своим авторам как бы говорим, что, особенно вот в первые годы, когда Ситудок появился, было очень много комментариев разных совершенно. То есть я авторкам говорил, чаще всего авторки это, к сожалению, были, что вы должны понимать четко, что, к сожалению, к вашей, комментарии – это продолжение ваших статей. Нарратив этот поменялся, нарратив чтения поменялся, нарратив восприятия информации поменялся. Мы же видим, как бы, ну, слава богу, у нас есть аналитика, да, у нас есть веб-визор там в Яндексе и много других инструментов элементарных, по которым видно, что, да, люди почитают статью, потом идут в комментарии. Это нормальная тема обычно. Поэтому с этой точки зрения все очень плохо, конечно. Но, опять же, мы говорили, разговаривали там вот с моей коллегой медиа-менеджером, серьезно, буквально там несколько дней назад. Ну, она мне просто в таких случаях, она меня так попускала и говорит, слушай, ну, не забывай вообще, что есть культурное поле, вот, допустим, белорусское, да, вот оно, как бы, вот такое. Да, и ты хочешь – будь на его фоне. Не хочешь – не будь. Если не хочешь быть – ну, это, к сожалению, тоже так. Это жизнь. То, что Facebook будет делать – окей. от него же тоже требуют конгресс, сенат, президент и прочее. Если будет это, ну, может, наконец-то упадет силой мощь Facebook. Ну, уже будь уверен, что на его место придут другие. Не дай боже, китайское что-нибудь придет. В смысле, помощи. А там продукты помощнее будут даже Face. Потому что Face боится уже, мне кажется, даже в Китае идти. Потому что то, что там вообще как развивается медиарынок – это вообще отдельная тема. Это такой космос, что нам даже и не снилось. Ну, вот просто даже не снилось. Это, как сказал другой, хороший, очень умный медиа-менеджер, что если вы хотите, как бы, понять вообще, куда будет развиваться медиа и рынок в будущем, вы должны смотреть не на Запад, не на Америку, вы должны смотреть на Китай. Очень четко. Потому что там какие-то технологии прокатываются и опробируются на раз просто. И они, ну, действительно, находятся уже на каком-то ином уровне. По разным причинам. Хотя бы даже по той причине, что интернет как совокупность вот этих миллиардов чем-то граждан, да, китайская, закрыта от внешнего мира, от внешнего воздействия. Но это очень крутая тема, о которой можно говорить. Я-то в ней только начинаю, так понимаете, воду только пальчиком пробую. Можно просто съездить в Азию, посмотреть, что там вернуть. В Китае я бы ездил. Ну, вот. Наверное, мне кажется, в Китае, да. Ну, не только поехать, а просто тупо идти изучать там все. А как же само там общество и так далее? Мы не можем же применить то, что в Китае происходит именно к нашему слову и так далее. Мы нет, а люди, у которых есть как бы возможность, могут, к сожалению. Я говорю, мы просто, понимаете, вот, ну, мне так кажется, что мы с вами вот дискутируем сейчас. Это круто. Но это не круто, что мы с вами требуем отношения к себе с точки зрения новой эпохи. А сами очень часто думаем, даже мы думаем категориями прежней эпохи. Это плохо, что нас ограничивают в правах. Они, блин, все, это уже вот случилось, да, мы с этим ничего сделать не можем. Вот у меня телефон где-то там и у вас телефон. Вы же знаете, что куда вы не пойдете, даже если вы выключите телефон, оказывается, выяснилось, что даже если вы выключите телефон, все равно вас запеленговать за 2 секунды можно. Что вы с этим делать будете? Ну, можете, да, можете как бы на пень положить его в лесу и ходить жить своей жизнью. Но не забывайте, что у вас может быть браслет какой-то свой, да, который тоже может передавать инфу и так далее. Мы живем просто в другой реальности. Не надо относиться к реальности. Если мы хотим, чтобы как-то вот в ней, там, не знаю, быть более-менее комфортно, не нужно думать старыми как бы этими мыслями. Я не знаю, вот когда я говорю не нужно думать старыми мыслями, я, честно говоря, не знаю, какие новые мысли. Потому что, опять же, сейчас вот такая эпоха, когда все меняется так. И вообще, вот, любимая тоже тема, издатели вообще нифига не понимают, что происходит с меня вообще. Ни на западе, ни на востоке, ни в Китае, ни в Америке, ни в Европе, ни в Беларуси. Никто не понимает, что происходит. Потому что, когда у вас трафик, сначала вы тянете сутитей с фейса, радостный такой. Потом Пэмс вам говорят, что все, чувак, все обламывается. А что, куда бежать? Только, о, Яндекс Дзен. Тянем опять трафик. Пэмс кому-то не понравился, выключили. И ты такой стоишь, просто не врубаешься вообще, что делать. Ну, вот у нас ситуация такая в Беларуси. На других рынках другая ситуация. Просто мы развиваемся, и как бы еще ничего не устаканилось. Вот когда оно более-менее устаканится, я не знаю, через два года, через два месяца, через два дня, или там через два столетия, тогда как бы уже можно будет говорить про права человека. Потому что это все категория еще того, 20-летней давности, к сожалению. Проблема в том, что мы воспитываем как в индустриальном веке, хотя уже в формационном веке. Мы с вами, кстати, воспитаны даже не в индустриальном веке еще. Потому что наше воспитание – это еще такой 19-й век белорусский, как вы помните. Посмею вам напомнить, да? Ну, это тоже правда, к сожалению. Ну, ладно, про эдукацию – это последнее дело в Беларуси разговаривать. Я не знаю, ответила я на ваш вопрос, но мы подискутировали. Мне приятно было. Спасибо за хороший вопрос. Можно еще один? Да, конечно. Вообще, ну, вы, конечно, лучше меня знаете о финансовой, скажем так, составляющей белорусской гуманалистики и так далее. О том, как можно зарабатывать своими или не можно зарабатывать. У меня такая проблема была, когда я учился, у меня была проблема в том, что у меня родители строгие, и мне деньги, грубо говоря, не давали. Поэтому я учиться перестал, я стал работать, но как раз занимался перпирайтингом по большей части. Ну, вы знаете, что это такое и какие-то тексты. И возникла такая ситуация. У меня одна классика, например, она работает в банке, в УМТ-банке. Она говорит, давай мы тебя устроим к нам в банк, в отдел маркетинга, но ты мне покажешь, например, свое резюме нормальное и так далее. А у меня резюме какое? Там много статей таких, ну, коммерческих, то есть для интернет-пагодинок и так далее. Или еще, например, занимаюсь тоже. У нас есть тут рядом мечеть такая, я там тоже делаю сайт, например, и тоже. Для мечети? Нет, не совсем. Ну, просто для частного лица, который, скажем так, работает там, и я делал сайт там, и что-то идти там, и так далее. Но это все как бы не совсем то, что им нужно. И поэтому я всегда ищу какую-то возможность где-нибудь опубликоваться. У вас в редакции конкретно у вас, например, статей тоже. Вообще какие критерии, да? Просто чтобы для резюме, например, да? То есть не постоянно работать, но просто что-то интересно, чтобы можно было показать, чтобы из какого-то приличного издания, например, и так далее. То есть какие вообще у вас критерии для авторов, скажем так? Или вообще, ну, в целом. Ну, первый самый критерий, когда человек высылает темы, ну, я у него прошу, чаще всего я там с потенциальными там стажерами, с потенциальными авторами я чаще всего списываюсь. Я прошу темы написать, тоже прошу как бы, часто не пишу об этом, надеюсь, что человек как бы сам додумается, люди, к сожалению, не додумаются до этого, хотя бы погуглить на сайте, писали мы об этом не писали. Но там, стандартная схема, попытайтесь там неделю почитать, ну, так каждый день, не раз там неделю, а каждый день почитать, понять вообще, куда мы там двигаемся, чего нам там интересно. Полосите по сайту, погуглите, которые темы придумываете, не писали ли мы что-то похожее, и все, высылайте там список с 50 тем. Если они подходят, ну, вероятность большая, что мы можем заказать статью. То есть, да, почему нет? То есть, вообще, вам не нужно ни резюме, например, там, где я работал и так далее, то есть, просто можно написать вам какие-то интересные темы, если они вас заинтригуют, вам они реально понравятся, то тогда вы скажете, да, окей, мы можем что-нибудь. Все, 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 все. Я понял, спасибо большое. Ну, я хочу все-таки про феминисты вернуться. Коллега-то, пожалуйста, у вас. Я тут психолог, вы раз пытаетесь. Не, мне смотрели, ну, такой, трошку феминистской деятельности, все-таки, по твоим изране, что дало Штуршок у Беларуси, когда это началось? У тым лику медиа? Я не памятую по ширости, что дало Штуршок? Ну, на твою... Мы, ну, мы просто думали, у некий момент мы просто сутыкнулись, а пару текстов, по-моему, были феминитылы. И мы подумали, как бы, уводить, уводить это уже в широкую тене. А прикольно, коллега-то? Я думаю, что это было в 2015-е действие. Думаю, что это было два года, там, два с половиной года. Вот так мы пошли уже потиху, потиху. Потому что у нас в редакции была, например, ну, не спрячка, но так, поделились с меркованием, односное написание по-русскому, белорусский, да? Вечная тема. То есть, в Беларуси понятно, да? А белорусский, белорусский, альбоник, инш. Ну, то есть, вот, предсплова, там, я сказал, что будет белорусский, да? Какой-нибудь уведена норма инша. Я думаю, что не будет уведена в ближайшем часу. Вот. А с феминитыми, это я бы, вся редакция погодилась и достаточно. Так, как не дивно. Может, не дивно. Но, все равно, с большим, это все-таки, позиция, это, в том же, отживание трендом. Это и то, и то. Ну, позиция, ну, с опродуя, это и позиция, как бы, ну, мы разумеем, что это тренд, и мы и разумеем, что это. Но, разумеем, что тренд, который для нас стал позицией. Позицией. Позицией, да. И мы, я говорю, да его хучей за все, не будем адмор... Ну, в смысле, без, там, примуссуника звонку мы адморляться да его не будем. Ну, и что вот все равно рабить с коментарами, не только на конфименте? Ну, в принципе, у вас... С коментарами все зробят за нас, коли примуешь закон. Ну, блин, там столько война, что, кажется, боюсь читать сейчас сам артыкл, так как не спуститься на коменты. Потому что там такое... Ну, как вы известно. Не спускайся. А, окей. Клево дякую. Угу. Давайте вернемся. Можно вопрос еще? Конечно. Вопрос такой. Сергей, в принципе, я представляю институт журналисты, как вы вспомнили тут соседи, да? Вот. У меня вопрос к вам тоже, как к коллеге. Вот как вы считаете все-таки, чему и как сегодня учить будущих журналистов? У вас большой опыт преподавания на разных курсах образовательных, медиа-менеджеров, да? Тем более, вот у нас сейчас директора нового, это еще пока наш институт журналисты без начальства, да? Но по вашему мнению, чего и как стоит учить будущих журналистов? За пять лет, по-моему. За пять лет, да. За четыре. Я просто вот сейчас сижу, думаю, стою точнее, думаю, какие журналисты из института журналистики, вот какие они были вообще к нам вот в кассу, да? То есть, что вот у них было такого, а чего у них было у других? У других, вот мы однозначно берем, есть несколько вообще, ну, опять же, я так это люблю повторять, что еще там четыре года назад я говорил, что институт журналисты это вообще ад и там болото, потому что приходили такие люди. Через какое-то время стали приходить какие-то другие, я не знаю, с чем это связано, неважно это, но стали приходить люди, которые действительно стали понимать, чего они хотят. Мне кажется, что нужно очень четко дать людям понимание того, чего вообще, ребята, вы что хотите. То есть, возможно, первый курс вообще в белорусских вузах стоит людей не загружать информацию, а просто постоянно трясти. Очнись, давай, очнись, вали отсюда или давай дальше. И постоянно, постоянно трясти. Вот когда люди как бы встряхнутся немножко и поймут, потому что я думаю, что 90% студентов вообще в любых вузах белорусских не врубаются, зачем они вообще сюда пришли. Я, например, не врубался, но это правда тоже, к сожалению, потому что тоже понятно, зачем чаще всего люди идут за высшей эдукации, высшейшей эдукации в Беларуси. То есть, в такой степени все снивелировалось. Очень круто, когда журналисты приходят и они умеют не бояться, они умеют не бояться искать информацию, потому что выясняется, что боятся искать информацию очень многие и не хотят. Они не боятся выходить в поля на улицу, то есть вообще такие вот без башни. И им нравится такое, когда их то, что вот называется такой челлендж даешь им. То есть в наше время это называлось взять на понт, сейчас это можно говорить, нужно говорить челлендж, получить челлендж, вызов. То есть когда человеку действительно важно вызов этот получить для себя и пытаться его реализовать и самореализоваться. Это вот классная штука. И что еще такого сказательного? Ну блин, надо на самом деле что-то делать с орфографией людей с грамотностью, потому что много студентов безграмотных вообще приходит, которые реально кавычки и коски не умеют расставлять. Я не знаю еще что. Кажется, много всего так хочется. Слушайте, ну опять же, я там и консультирую, и преподаю у людей, у медиа-менеджеров, то есть у людей, которые там издатели, глафриеды. Слушайте, там столько, блин, на таком уровне людей, вот столько ему хочется там рассказать, не то что научить, а именно рассказать, поделиться. А тут студенты. Вообще я считаю, что надо вводить в Беларуси социальный год после окончания школы. Вообще всем. Какой? Социальный год. Это что? Да, в Германии такой самый хороший пример. То есть ты после школы имеешь право один год вообще ничего. Даже не то, что имеешь право, тебя не возьмут в универ, желательно не брать в универ людей, просто для того, чтобы они поняли за этот год, кто они, что они, чем они собираются заниматься. Вот в Германии как бы, ну, социальный год обычно, люди не дадут соврать, да, присутствующие, что социальный год это ты едешь обычно куда-то или идешь куда-то работать в таких местах, где вот вызовов, вот, бамаков, то есть дом престарелых условно, да. Можно просто в школу находиться, да, социальный год раньше? Да можно по-всякому вообще-то социальный год, но самое главное, чтобы человек просто в таком возрасте уже понял, что жизнь не такая, как он себе представлял. Ну, не знаю, честно говоря, по поводу хомскулинга, потому что я как бы с этим не сталкивался так. 9 дней. Ты лучше знаешь. Ну, вот я бы, наверное, вот такое сделал. Короче, давайте с первого курса всех гнать. С 19 лет в универ, ну, хоть нормально будет. Появятся вечные студенты до 35 лет, которые демографическая ситуация улучшится, экономическая, может быть, улучшится ситуация, потому что люди фрилансом начнут больше заниматься денег, зарабатывать больше. К 40 годам будут понимать, что, а, надо семью, ой, так у меня же еще и это, и квартира, там все дела такие классные. Угу. У меня список. Угу. У меня список вопросов. Ну, вы говорите про то, что они, в какой-то час того, там выход на рынок, и вы не заняты, как вот ситуация у вас? Да. Я думаю, что выход на рынок, ну, зно таки. Мы забываемся на то, что, вот в Беларуси на это забываются вельми моцна, на жаль, что одния, плясовка для медиа, это у классных сайтов и так далее. Плясовок для медиа заразь против. Да, и ясно. Справа я маю на увазе в первую очередь социальные сетки. Поэтому в этом смысле, конечно, выход стал еще больше тонн И это показывает опыт некоторых уделников медиарынка я уже так скажу, блогеры некоторые за межой вот таким же Китаем, это дикое дичь, просто дикое сколько люди работают, как люди становятся инфлюенсерами сколько они зарабатывают на этом и за их увозятся вот это обмежевание в законах, которые мы рикошетом отримываем сейчас тут у себя, потому что там ситуация одна и контекст один а мы вот это все скомканное такое отримываем тут тому, что кто-то и что-то не так прочитал Ну ладно, не в этом судно В этом смысле, конечно, выход потонет еще больше Но если мы скажем про такие классические редакции-редакции то я думаю, что он стал дороже потому что, в первую очередь, я боюсь, что праца журналистов так и засталась не вельми высокооплачиваемой я думаю, что вельми великая проблема зараз с рекламодавцами за того, что все эти косяки рекламодавцы уйдут в Google и в Яндекс и, соответственно, вы рискуете застаться там, когда разбитая корыта потому что вам просто не хотят покрыться выдатки на вас раз-два, раз-три года и мы не знаем, что это будет так само великая риск то есть бизнес медийный и он по всему рискован во всех краинах это так само, как бы, выучаются во всех университетах и так далее таким чином спробовать отпужнуть людей как бы они просто не залазили а вот в нашем случае это еще троху больше складанности есть и все меньше рентабельности в этом бизнесе ну что тогда в тему спрошу? это поэтому вы открыли в Чехии или Алах? ну, в Тимлику, да потому что спробуем монетизоваться а вы открыли нас сразу двух? нет, нет, вы что? конечно, там чешка там чешская команда целиком то есть там не буду а? это ваш сайт? не знаю что бизнес, наверное сайт бизнес, да, наш проект ваш личный? мой и моих партнеров потому что команда, которая рубит в Минске то есть вы не верите, что сети в Беларуси дальше будут развиваться? нет, я ж так не сказал я не верю той, что нет, я не давайте так тогда сейчас пойдет сети все поздно, Сергей да, без интерпретации Сахаров не верит с тобой я не верю, что допустим можно было бы похожий проект сделать сейчас точнее не так сложно было бы сделать стидок вот сейчас вот в 2018 году в мае 2018 года по причинам вот я рассказал по каким, да что выход на рынок он стал более дорогим то есть нам выход был обошелся намного дешевле, чем если бы мы это делали сейчас вот я так вот сказал ну смотрите в прошлом году пришел Завилович и ну который очень с вами перекликается и ну вот и и появился стидок в Чехии ну и у нас тоже получается возможно даже в одной нише я ж не говорю что невозможно подождите внимание вот это выключите сейчас комментаторов послушайте контекст и послушайте что я говорю я говорю что сложно войти на рынок невозможно и сложно две разные вещи две разная категория невозможно вам принципиально дверь закрыли вы не можете войти а сложно дверь немножко призакрылась и щелочка стала чуть поуже и все ну и может окон стал открытых больше и у вас выдуть может быстро. Вот в наше время щелочка была ширше, и окна были по закрытии. То есть мы заходили, как бы нас в окно не выдувало. А сейчас такая вероятность есть, потому что денег на рынке больше не становится, к сожалению. То, что вышел Village, это, еще раз повторю, очень хорошо. Потому что для конкуренции, для рынка это развитие. По поводу экономических показателей я не знаю, что у них происходит. Я не изучал вопрос, и они мне тоже не рассказывали. Но если есть, как бы, возможность выплачивать франшизу, зарплату людям, платить за аренду, видимо, разговор идет о том, что им тоже удалось выйти на какие-то, ну, если не прибыли, может быть, ноль. Но я не знаю. Это, опять же, лично моя интерпретация. А еще, как бы вы оценивали насыщенность, или нет, это слово, вообще-то требность, возможность на рынке создавать, ну, сейчас, возможности на рынке создавать общественные политические издания. У нас эта ниша, как бы, вот она за метатом, каким-то игрокам не будет рядом, да? У нас, еще раз повторю, у нас очень большая страна, европейская, по европейским меркам у нас очень большая страна. 10 миллионов, 9 миллионов, пускай 9,5 миллионов людей, это дофига, очень много. Этих людей не достают информации. То есть, потенциально, конечно, общественно-политическое издание, крупное, серьезное, уровня тутбая, а то и посерьезнее, лишним бы явно не было. Но, опять же, есть, во-первых, свое, белорусское, это информационное поле, культурное, да, в том числе, это тоже важно понимать. Есть вопросы, связанные там с законодательством, опять же, выход очень, как бы, дорогой, то есть, тут нужны большие, очень инвестиции. Опять же, это рисковые инвестиции, очень, еще раз повторю, медиа, инвестиции в медиа вообще рисковые, а в Беларуси, как бы, риск увеличивается. Плюс, еще не забывайте, что сейчас примут закон поправки, да, и там будет снижен порог иностранного владения, владельца, да, ну, как понимаете, то есть, да. Вот, поэтому, но я считаю, что было бы очень хорошо, все были бы рады, все бы выиграли только от этого, чтобы, подчеркну, потому что это тоже важная штука, у вас на белорусский, собственно белорусский сайт, если бы тут появился, потому что, ну, вы понимаете, о чем я говорю, да, потому что появились на рынке игроки не белорусские, с другими деньгами, с другими технологиями и так далее, и самое главное, с другим влиянием, и все. Еще у меня вопрос есть по поводу рекламы, вы все рекламные материалы, вы не обозначаете? Все рекламные материалы мы обозначаем, да, в соответствии с белорусским законодательством, УНП ставим обязательно и название юридического лица. То есть, вся нативная реклама у вас? Вся нативная реклама. Внизу материал, вы можете увидеть это, стоит вот эти данные, а в лидах мы обычно пишем, кто, типа, там, делается с НТС, там, с Самсунгом, там, или Пума представляет, там, и так далее. Не, ну, это такие крупные проекты. Просто иногда читают, и они говорят, а не реклама ли это? Вся реклама на сайте, даже не буду прикладывать руку к сердцу, а у нас платная, и вся реклама на сайте у нас очень строго за этим следит. Отдел маркетинга и коммерческий директор, она должна так вот обозначаться, как вот я вам сказал. Без этого, значит, будут большие проблемы у того, кто эту рекламу принял, а ее принципиально принять не могут в таком виде, если не ставят. Потому что были, да, нам тоже предлагали как бы пиар-статьи, но это как бы тоже такой уж момент немножко отыгранный. Раньше, конечно, это было такое обычное дело. Опять же, лет 10 назад, еще в истории, для белорусских медиа, что типа поставьте джинсу, ну, то есть платную рекламу, которую там кому-то в карман деньги пойдут, или просто мы не будем обозначать. Нам тоже предлагали, а не раз такое нет. То есть мы как бы за максимальную прозрачность, и мы не хотим создавать прецеденты, потому что это быстро очень пойдет по рынку, и потом скажут, что, ой, слушайте, Седугу, можно там, еще что-то предлагаю, давайте мы вам заплатим. Давайте мы заплатим, чтобы вы просто не писали внизу у НП. Но люди просто не понимают, что наша, то, что называется нативная реклама, и уже не буду поддаваться в подробности, да, финк нативной рекламы еще в том, что как раз-таки делать статьи таким образом, чтобы они были приближены максимально к контенту, и самое главное, были важны и нужны читателю. Если этих критериев нету, тогда вообще мы не занимаемся этим, если мы их не можем обеспечить. И поэтому не надо там прятать у НП, там еще что-то. То есть читателю вообще до синие звезды они, по большому счету. Если интересная статья, он будет ее читать, если статья неинтересная, он ее не будет читать. Вся аналитика у нас есть, открытая для рекламодателей, это можно все видеть, и мы с тем как бы тоже работаем и показываем. Что врать это себе дороже сейчас. Ну, правда. Еще, ну, еще у меня два вопроса, один, ну, ничего, что это, я просто кончался. Почему вы, ну, прячете, и, ну, вы долгое время прятали актеров? С буквально ближайшего времени все вернется. По разным причинам тут... Я, например, подумала, как тут жить, чтобы читать, ну, Светлана, потому что, ну, она реально классно пишет. Может, из-за этого Света и ушла, ну, в том числе из-за этого Света, кстати, от нас ушла, да. По разным причинам. Просто сейчас вдаваться реально, там были свои, как бы, особенности в того времени. Сейчас просто даже не о чем, ну, не за чем об этом говорить. Я просто скажу, что авторство вернется, потому что оно было, какой-то период оно было. Авторство вернется буквально вот в течение месяца, я думаю, уже все, это будет. Так что все будет только. И последний вопрос по поводу белорусской мовы. Получается, что для того, чтобы медиа развивалась, ему нужен трафик. Трафик — это русский язык, и автоматически, как бы, белорусская мова, она новая. Если ты хочешь сделать сайт, как бы, на белорусской мове, каких-то денег, по периодичных, ищих, по мнению, по чутью, ну, из-за того, что, вот, как бы, ну, из-за трафика, да, отремливается, что, ну, это не морщина. Давайте на белорусском я отвечу, чтобы это не выглядело так, что... А вот сейчас мы хотя бы на белорусском языке немножко поговорим, чтобы так чуть-чуть скрасить этот процент. Ноль, 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 целых десятых. У нас будет ноль, 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 пятнадцать. Смотрите, есть тоже... С одной стороны, в вашем вопросе есть несколько вопросов. Значит, первый вопрос. Хорошо ли то, что мы пишем материалы в большинстве своем по-русски? Плохо. Почему? Потому что мы ущемляем права минимальной, но все равно части наших читателей. Потому что они хотят больше материалов по-белорусски. Почему мы этого не делаем? Сейчас недостаточно средств для того, чтобы делать тем более белорусскую версию, либо делать материалы параллельно. Потому что по-хорошему нужно было параллельно, и опять же, с этим обытестированием, то есть, если я знаю уже, что за читатель, по его IP смотрю, или еще по каким-то другим вопросам, я ему сразу даю белорусскую мовную версию, чтобы он вообще себя чувствовал максимально комфортно. Когда такой момент, я очень надеюсь, что скоро такой момент наступит, мы сможем это делать. Мы это будем делать. То есть, белорусскую мову будем вводить. Вопрос номер два. Значит ли то, что трафик у нас русскоязычный, потому что плохо идут белорусские мовные материалы, и вообще полный капец и Алис, и Гамон, белорусские мовные материалы плохо идут? Нет. Выясняется, это так не значит. Почему мы так считаем? В смысле, почему вот вы, я беру на себя смелость так предполагать, считаете, что плохо идет трафик, потому что вы видите, что у нас маленькая доля просмотров, и мы это видим. Но мы себя не позиционировали как белорусскую мовную, потому что, оказывается, нужно позиционировать себя в Беларуси как белорусскую мовную ресурс. Понимаете? Какая дичь вообще. Мы вот этого не делали в свое время. Когда мы надумаем это делать, мы начнем это делать. И мы таким образом привлечем белорусскую мовную аудиторию. И таким образом и карма будет в порядке, и я думаю, что ядро аудитории тоже у нас расширится и станет крепче. Но, еще раз повторю, проблема в том, что если бы в Беларуси был не один сетидок, там не виллич только лишь, там не релакс и не как тут жить, Светин, а если бы было в Минске 10 таких изданий, какое-то из них одно, точно было бы белорусской моно. И часть аудитории они бы забрали у себя у нас, белорусскую моно, люди бы шли к ним, если бы они предлагали, ну это тоже важно, предлагать контент как бы на уровне там и так далее. Понимаете, проблема в том, что мы вот как бы ограничены тем, что почему никто не пишет на мове? Ну потому что у нас, блин, 5 медиа. Вы видели этот список гемиуса? 150, по-моему, Саша, 150 позиций в гемиусе, да? В списке 200 пускай. На 9 миллионов человек. Понимаете? Ну это вообще... Список должен быть как минимум в 3 раза, в 3 раза больше. 600, не меньше. Ну тысяча там, не знаю, какое-то, понимаете? То есть медиа должны развиваться. Вот когда это будет, тогда мы будем нормально к этому относиться. Тогда мы не будем себя считать, потому что я себя тоже считаю, как частичный белорусскую моно человек, я считаю ущемленным в этом смысле. Я считаю, что это ненормально, что я могу лазить только на нашу Ниву, получать инфу. И там на Еврорадио получать инфу и тут же переключить на русский. Ну честно вам говорю, я переключаюсь на русский, потому что вот мой внутренний какой-то там, этот говорит, что, а нет, по-русски тут написано лучше, это, наверное, Google Translate. Это тоже бред какой-то. А на Тутбай вообще все забыли, что кнопка белорусская, включить белорусскую мову есть. Вообще про нее все забыли. Борис говорит, кончаю же. Что ты к парню пристал? Ну, я не знаю, ответила на ваш вопрос или нет? Ну, вообще вопрос был, ну, может, в лепонках, ну, все-таки нет. Нормально распинался тут. Есть, ну, классно. Ну, просто в белорусскоязычном издании есть шансы вообще выжить вот на коммерческой основе? Или как бы... Я не думаю, что сначала это будет коммерческая... Вообще, опять же, коммерческая основа, вы тоже должны понимать, что она состоит не только из рекламодателей. Вы можете совершенно спокойно собрать деньги, как на 25 марта, на себя, или как журнал «Мина». И все. Это вообще идеальная схема. Вообще, ни от кого не зависит, кроме как и читателей. Читатель тебе нравится? Дай рубль, на. Читатель, что ты 50 копеек дал? Потому что мне не нравится, а что тебе не нравится? Вот то, то, то. О, сейчас быстро сделаю, и все. Это вот нормальная совершенно схема. И в этом смысле имеет. Имеет все шансы. Опять же, вы просто вот видите, старыми этими ктикуриями мысли. Где мой рекламодатель? Господи, там рекламодатель этих два-три на одной пальце, ой, на одной руке пальцев насчитать в этой Беларуси. Понимаете? А деньги можно и по-другому получать. И это нужно делать. Поэтому, вот я только что вам рассказал, сам в эту идею поверил. Класс. Нашли, как он по-белорусски? Ну, а что же мы будем возвращаться? А, это не тот слайд. Вы это исследование делали, исходя из давнего рода, правильно? Мы делали? Ну, я так понимаю, что он имел Mail.ru на основании данных медиаторов, правильно? Да. Нет, не на основании данных медиатора. На основании изучения аудитории Mail.ru. Зачем там медиатор-то не нужно? Это АБ-тестирование. Да, АБ-тестирование. Просто что, ну, как-то по-традиционному нас учили, что действительно залог, он читабелен, чем страдательный... Вы сейчас разговариваете с белорусским филологом вообще по образованию. Вот все, что это касается страдательного залога, это ощущение не мое. Я не могу ответить А, а за Mail.ru тоже не смогу ответить. Просто потому, что, может быть, делаете поправку на то, что все-таки они исследовали российскую аудиторию, а она языка отличается от белорусской аудитории? То есть я к этому веду? Нет. Ну, 99% не отличается. Нет, ну, в смысле географической, конечно, она отличается. Но в смысле воздействия языкового я не думаю, что так все глубоко. Ну, правда. Это вопрос о том, как, опять же, вот мы воспринимаем, каждый из нас воспринимает информацию. То есть видите, вам не очень нравится то, что вы видите, да, тот итоги. Ну, а вот они такие. Ну, а аудитория такая. А Mail.ru, кстати, читают, в каком они месте? По-моему, там где-то в первую петлю. Да, гемиус. Так что я думаю, что это и про белорусов тоже. Кстати, полные исследования в интернете есть. Называется РБ-тестирование с иглоком к Mail.ru. Они сами возмущаются, почему, собственно говоря, с иглок страдательный больше кликнет, чем действительный. Они сами провели исследования, сами говорят, вот как бы... и сами недовольны. Да, получается, сами недовольны, но как-то странно вот так. Это тоже много примеров можно погуглить полную версию, посмотреть. Ну да, редакторы недовольны, а люди идут на это нечестно. Ничего с тебя не сделаешь. И второй вопрос у меня. Смотрите, вы рассказали, как все сейчас сложные рынки, и в то же время рынок оживлен. Вот на ваш взгляд, какие идеи, это ваш такой рецепт был бы для нас, какие идеи сейчас бы 100% выстрелили? Они не всегда выстреливают. То есть это и в новых медиа, и в старых медиа нишевые выстреливали всегда, но только нужно найти нишу. Вот с этим всегда проблема в Беларуси почему-то. У меня в свое время была, ну такая еще до того времени, когда мы сетедоком стали заниматься, я такой думал, что когда-нибудь начну делать сайт для мужчин, даже название придумал, лысый. Нет. Или, а я что, лысый? Или просто лысый? И причем это как бы не плохая шутка, а это очень четкая попытка работать с определенной аудиторией. То есть я думаю, она будет небольшая, была бы небольшой, но в принципе как бы я вижу, как это можно монетизировать, я вижу, как это, вижу эту аудиторию, которая гуляет по Минску, парни там за лысинами, лысые мужчины. Я думаю, что с этим вот могло бы быть. Ну, я не говорю, что это надо делать сейчас совсем, это такая у меня дурацкая идея была. А так явно нишевая. И я думаю, что блогерство, вот как Блич не педалировал его, но, к сожалению, мне кажется, блогерство это то, что вот следующая стадия, которую мы будем переживать, такую очень яркую. То есть то, что мы видим, какое количество блогеров, это вообще такой мизер. То есть рынок может съесть еще 150 тысяч таких вот людей. То есть опять же, в Китае, я могу ошибаться цифрами, но по-моему, специально, блин, хотел выучить слово, Ван Хун, по-моему, называется блогер по-китайски. Могу ошибаться, и там цифры какие-то совершенно сумасшедшие. То есть там что-то около, ну, там сотни тысяч человек и 7 миллионов человек вот себя блогерами. То есть и там топовые блогеры зарабатывают столько, сколько тут бай зарабатывают за год. То есть это без шуток. Совершенно. Потому что я думаю, ну, вот в эту сторону надо смотреть. Но там и как бы построже с этим все. То есть там, допустим, приняли девушку, осудили за то, что она написала какой-то слух, непроверенный слух в соцсети. Ее судили там, что-то, по-моему, на тюрьму. Причем так безобидно, что-то. А-ля там ходят слухи, что погода в Пекине плохая будет. Ну, не такое, конечно, я утрирую, но... Вот. На ваш взгляд, вот эти блогеры, которые могли бы появиться, какие максимальные теории могли бы собирать? Все-таки, ну, хоть вы говорите, что у нас рынок по европейским меркам очень большой, 9 миллионов, тем не менее, постоянно слышишь от других коллег, что емкость рынка очень маленькая, она уже, в принципе, заполнена, она присыщена. Я думаю, ну, не думаю, я уверен, что рынок... Ну, просто посмотрите, опять же, мы выше на чем? Мы выше на том, что мы стали делать местный контент, городской, потому что, как выясняется, до этого в белорусском интернете именно никто этого не делал нормально. Это вообще бред был. Даже для 2012 года это был бред. А выяснилось, что вот, это стреляет. То есть, когда говорят, что емкость, ну, я тоже слышал такое, нет, до того, чтобы емкость хотя бы там наполовину наполнилась, это как бы, это еще далеко и далеко. Тут другой вопрос есть в том, что просто, вот с чем сталкиваются, допустим, сейчас, я буду туда, наверное, говорить уже, с чем сталкиваются блогеры, ну, то есть, то, что мы знаем, да, с вами феномены блогеров ютубовских, и мы все с вами знаем, что там, если условно, там, по бумаге, сколько там, 300 тысяч, мы все знаем, откуда там 70 или 80 процентов идет, да, это русскоязычная аудитория, вот, а если же говорить о том, что если работать на белорусскую аудиторию, исключительно, тут уже, да, тут уже могут возникнуть вопросы, но опять же, тут вопросы по поводу того, как выстроить грамотную монетизацию, но я уверен, что можно выстроить, то есть, есть мелкие клиенты, которые там, условно, я просто говорю, что там, у того взял 10 копек, у того взял 10 копек, у того взял 10 копек, и вот у тебя уже за месяц получается, заработал полторы тысячи долларов, совершенно нормально можно делать, и просто еще вопрос в том, что мы же опять же смотрим узко, то есть, если в Украине там в той же блогеры, и политические, и там, эти фут-блогеры, и бьюти-блогеры, и исторические блогеры, которые с историей работают, и блогеры, которые там типа, ходят как ревизора, их куча вообще, даже в той же Украине, то мы сразу такие уперлись, о, там типа, хайп вот создавать, да я же так не могу, ну, хайп, окей, малолетки как бы создают класс, ну, ты один, другую как бы аудиторию, слушайте, да куча всего, опять же, вон сделайте там, не знаю, для молодых родителей какой-нибудь нормальный блог, как вообще быть молодым родителем в Минске, пускай собирает там тысячу просмотров за раз, хотя найденовские шутки вон идут по тысяче, полторы, две, три, а вы же не сделаете блог, который будут смотреть молодые родители, да не смешите мои тапки, и вы не найдете рекламы на себя на одного, да это смешно, взяли, пошли к Мазакер, нет, тебе Мазакер, кстати, денег не даст, вот так, почему? ну, потому что, зачем деньги, так все хорошо, я думаю, продается, ну, это ладно, это же все мелочи жизни, то есть, короче, мой ответ, емкость есть, блогеры могут зарабатывать, все будет хорошо, yes, ну, ясно, а вопрос еще по полуторменной зоны, ну, просто можно там, вай, таком, и так далее, пошло-поехало, сейчас еще разновидность, и зон, например, нот-медиа, как вариант, какую вы, как это перекомендовали бы? я не знаю, честно говоря, в этом вопросе так не копался, ну, с точки зрения, опять же, медиамаркетинга, или медиаменеджмента, на грамоте лучше будет так сказать, если медиа, точка медиа, то, ну, да, ну, звучало, чтобы нормально, сити док, вот, когда мы придумывали название, самый большой вопрос был, мы, по-моему, даже зарегали через S, да, то есть, S, S как доллар, сити док, да, мы зарегали через S, мы зарегали через C в конце, док, просто из-за того, что люди, ну, какая-то часть людей просто не знала, как писать сити док правильно, как тут бай, я помню, тоже было такое, что тут бай, люди же тоже умудряются писать через Y, допустим, через Y, они тоже зарегали это, это нормально, как бы, ну, это нормально, как бы, ты хорошо просто относишься к своему читателю, правильно, и какое название вы хорошее придумаете, то будет классно, только по белорусским законам не забывайте, что у вас этот должен сайт лежать все-таки у белорусского провайдера. Но если мы не белорусский число, данные хранить в Беларуси, а в дальнейшем, где мы-то в Беларуси гонять. Но если будете делать, если будете собирать рекламу белорусскую, то вы обязаны зарегаться тут, ну, по белорусскому закону. Просто я вложу, что у нас очень дорогой трафик, на самом деле, у нас, где-то перекон играется монополистик, и он продает трафик, где-то чуть дорого. Он же знает об этом. И пользуется. Если в Нидерландык ставят серию, там трафик бесплатный, платят только застой по арене, и все. Это намного выведней. Или там CDN какой-нибудь и так далее. Он тут вопрос задает, как быть. Ну, но его ответ один. Если хотите собирать рекламу в Беларуси, сервак должен лежать тут. Точнее, быть тут. И все. Другого варианта нет. Но можете быть там, сети дух меди. Все ок. Вот на такой оптимистичной ноте. Дякую велики. Подякуем нашему выступлению. Спасибо.